Что делать с дорогой в никуда? В какие условия переселят жители аварийных домов? И где будут заниматься спортом жители столицы? Городские депутаты и представители администрации проехались по Чебоксарам с дозором. Отправилась с ними и наша съемочная группа. Дорожное покрытие положили, фонари освещения давно поставили. Проспект Айги или 32-я автодорога в Чебоксарах практически построена. Только вот поток автомобилей на ней не видно. Вместо того, чтобы выйти, к примеру, на улицу Фучика, дорогу уперлась в Сугутский мост. А на пути съезда вообще оказалась заправка. Договориться с ее владельцами так и не удалось. Исправлять ситуацию решили с помощью глобального проекта. Он и заправки не затронет, и транспортную ситуацию на Богданке в корне изменит. Администрации города при строительстве и развитии района Богданка была поставлена задача, чтобы мы рассмотрели транспортные связи с центром города, с северо-западным районом, с ново-южным районом. Для этого и нужна дорога Айги, которая в принципе построена, но не увязана с основными транспортными развязками. Согласно новому масштабному проекту, 32-я автодорога пройдет под мостом и уйдет в сторону залива и улицы Гражданской. На улицу Фучик автомобилисты будут попадать по специальным участкам дороги. Они пройдут с двух сторон параллельно Фучика. А на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого появится уникальная двухуровневая развязка. Кстати, учитывает проект не только нынешние потребности. Улица Богдана Хмельницкого из двухполосной превратится участок в четырехполосную и в шестиполосную. Потому что нагрузка при высотном строительстве, конечно, будет очень большая. Проектирование закончится в 2014 году, а строительство администрации города предполагает закончить в 2019 году. Что ж, когда-нибудь по проспекту Айги будет удобно добираться в микрорайон Садовой. Ну а пока депутаты и представители городской администрации отправились туда по другой дороге. Цель – посмотреть, как идет строительство района. Это одно из немногих мест, куда будут переселять жители аварийных домов. В этом году 5000 квадратных метров минимум мы переселяем переселенцев из веткого жилья. В последующем по 10 тысяч квадратных метров в соответствии с нашими договоренностями с городом. Мы их в 100% объеме будем выполнять. Беспокоились депутаты не только о том, чтобы у людей появилась крыша над головой, но и удобные условия для жизни. Другими словами, инфраструктуры района. Это не обсуждается, выгодно-невыгодно, это необходимо, городу необходимо нам. Но в этом году заложено уже строительство детского садика, в следующем году заканчиваем. Запланировано еще до 2018 года строительство еще двух детских садиков и одной школы в этом районе. Ну и в дальнейшем будем с городом расширять транспортную сеть. Появятся здесь и магазины, и спортивные площадки. Но чтобы заняться спортом на более серьезном уровне, добро пожаловать на центральные стадионы. На Олимпийском сейчас в самом разгаре строительство «Фокус» двумя катками. Проект вообще уникальный для Чуваши в том, что он имеет две арены. Все работы по тренировке и подготовке специалистов. Наши спортсмены будут идти тренироваться в катке. Остальные, все выступления по катке будут на основной арене вестись. Одно момент, там может кататься, тренироваться 100 человек. Объем его, вернее, пролется этого здания. Чистого зала 66 метров шириной и 100 метров длиной. Подобные объезды чебоксарские руководители проводят регулярно. Любые недочеты и предложения берутся на карандаш. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.